Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан Это не еле, хоть и прошло вовремя и по графику, однако было мучительным, бессодержательным Хабиров очевидно отбывал номер и от чего-то страдал Начали с того, что и так было давным-давно понятно Начали с объявления Ирины Головановой, окончательно назначенной на пост министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Напомню, назначили ее взамен угодившего в тюрьму господина Беляева Хабиров отдельно отметил, что Голованова все это время, исполняя обязанности министра Управляет республиканским ЖКХ, цитирую, уверенно и спокойно Ну, собственно, да, не согласиться здесь нельзя Упомянул Хабиров и о некоторых кадровых перестановках в Республике Он отметил отставку мэра Кумертау Олега Фролова Прямо скажем, отставку какую-то загадочную Там был скандал с какой-то девицей Которую он без должного образования устроил на высокую должность в администрацию города Но вроде как скандал этот сошел на нет И Фролов отделался только выговором Ну, в общем, как-то все было вот так И вдруг его снимают с места Хабиров строго сообщил, что Олег Фролов остается членом команды Прямо так вот очень настойчиво Хабиров об этом заявил Как будто бы опасаясь того, что господин Фролов сейчас отбежит на безопасное расстояние И начнет чем-нибудь неароматным кидаться Ну, в общем, там есть какая-то интрига И вновь Ради Фаритович поразил нас изощренностью своих кадровых решений Новым мэром Кумертау Тут должна быть барабанная дробь Становится главный врач местной больницы Совершенно непонятно Почему бы не охранник с местного кладбища Или баянист из местного клуба Ну, в принципе, какая разница-то Похоже, что Хабиров действительно реально не понимает Что управление и администрирование Это профессия, это опыт, это навыки, это образование Вот это все необязательно Новый мэр Кумертау Олег Астахов Главврач местной больницы По образованию нарколог Ну, может, мы что-то не знаем про Кумертау Я не знаю Но вот так вот В общем, в Кумертау проходит очередной кадровый эксперимент Ради Хабирова Превращение врача в муниципального управленца Ну, как говорится, без наркоза Хотя, справедливости ради, надо отметить, что господин Астахов Уже почти 20 лет 19 лет точно Состоит в местном горсовете А сколько-то лет он еще и возглавляет Ну, собственно, вот весь его административный опыт Напомню, он врач-нарколог, возглавляющий местную больницу По сообщениям наших зрителей и подписчиков из Кумертау Все происходило очень срочно Одним днем господин Астахов Уволился со всех своих мест работ Одним днем был назначен замглавы администрации Кумертау И тем же самым днем стал главой администрации Кумертау Согласитесь, более чем формальный подход Для прохождения карьерной лестницы Управленца, ну, минимум размера мэра города Дальше в этом бесконечном вступлении к оперативному совещанию Которое, кстати говоря, заняло половину хронометража этого мероприятия Далее Хабиров и Прочаковская долго, туманно доказывали друг другу Ну, собственно, и самим себе в первую очередь Что так называемая прямая линия Хабирова На прошлой неделе прошла успешно, феерично, эффективно И все были счастливы, и тра-та-та Ну, в конце этого мучительного сеанса саморазоблачения и самовосхваления Ощущалось, что они оба друг другу не поверили И себе тоже не поверили Ну, видимо, надо было очень так вот самоутвердиться Потому что Прочаковская сыпла там Какими-то цифрами о тысячах тысяч Каких-то, значит, комментариев в соцсетях Ну, и, понятное дело, восторженных и благодарственных В общем, себя не похвалишь Весь день ходишь как оплеванный На самом деле эффективность прямой линии, конечно, вызывает большие сомнения Хотя бы потому, что всего это мероприятие посмотрело 13 тысяч жителей республики Что не дотягивает даже до третьи процента от населения То есть Прочаковская сколько угодно может считать какие-то там мифические комментарии Которые, возможно, пишут ее же сотрудники Но в реальности все выглядит вот так 13 тысяч человек только лишь выразили интерес этой прямой линии Далее, неожиданно для всех Радий Фаритович сделал программное заявление Оказывается, давно и втайне от всех Он разрабатывал план реорганизации первичного медицинского звена в городе Уфе Впрочем, деталей плана он не огласил Сказал только, что ежегодно будет осваивать на этой теме От 500 миллионов рублей до полутора миллиардов рублей Это, как говорится, как пойдет Ну и в конечном пункте этого плана, этой программы Реализация этого коварного замысла У Уфе, по его словам, не должно остаться, цитирую, ни одной ужасной поликлиники Вот так вот он оценил Ну, звучало это действительно пугающе Хотя бы потому, что всем известно, что любая реорганизация медицины в России Заканчивается тем, что ближайший врач почему-то оказывается в соседнем городе А скорая помощь доезжает до своих клиентов существенно медленнее, чем сотрудники ритуальных салонов Далее перешли к любимому номеру и к любимому жанру Под названием «Как я развлекался на прошлой неделе» На прошлой неделе Хабиров развлекался на мероприятии под названием «16-я неделя бизнеса в Уфе» И на презентации Республики Башкортостан в Москве На всемирной выставке «Достижения народного хозяйства» Конечно же, там все было, как мы любим Плов, шулюм, парад снегурочек в Неглиже, чай, концерт, игра на продольной флейте И зачем-то еще была башкирская свадьба Ну, то есть, чтобы, видимо, окончательно поразить воображение присыщенных зрелищами москвичей Из Москвы Хабиров привез одну идею Он поручил своим подчиненным Теперь селить в представительстве в Москве Это такой уютный особнячок в самом центре Москвы На улице Доброслободской Родственников раненых бойцов СВО Которые лечатся в московских госпиталях Ну, подчиненные кинулись исполнять Вот это поручение Раде Фаридовича Но явно без особого счастья на лицах Ну, не любят бояре в свои палаты На свои, как говорится, перины Пускать всяких простолюдинов и холопов Действительно, особнячок этот уютный, небольшой Номеров там немного Проживают там в основном высшее чиновничество Башкирии Которое командировано в Москву И, ну, как-то они не рассчитывали там увидеть Вот этих вот несчастных с авоськами Плохо одетых людей Которые приехали проведывать своих раненых родственников Ну, какое-то время, видимо, придется При этом Хабиров поручил там выработать какую-то финансовую схему Кто за что будет платить Родственники бойцов СВО платить за это проживание не будут Кто будет платить, непонятно Кстати говоря, дорогу до Москвы и обратно Родственникам оплачивает Министерство обороны Ну, за всеми этими пустыми разговорами Минула половина оперативки И Хабиров решил оперативную обстановку в республике Проскочить, как он высказался Ну, то есть, зачем обсуждать что-то там Связанное с коммунальной сферой Уборкой снега Какими-нибудь там чрезвычайными ситуациями Ну, совершенно это не важно Абсолютно Так ведь, в общем, перешли к главному Мы стараемся регулярно и в полной мере освещать Важнейшие события, происходящие в нашем регионе И надеемся на вашу помощь Потому что канал наш существует исключительно на ваши пожертвования Так что не забывайте ставить лайки Подписываться на нас не только в Ютьюбе, но и в Телеграме И даже в Яндекс.Дзене И, конечно же, помогать нашему каналу материально Сделать это можно единственно доступным способом Через наш расчетный счет, который мы публикуем А теперь еще у нас есть и QR-код Через который можно быстрее и проще попасть на эти самые реквизиты Заранее всем большое спасибо Собственно говоря, стало понятно, что единственным важным вопросом На повестке дня в правительстве Республики Башкортостан Является не отток трудовых ресурсов Не гниющая на полях пшеница Или, не дай бог, чудовищное подорожание продуктов питания Или упадок башкирского бюджета Нет Главная задача правительства на сейчас Магистральная тема и волнующая всех очень-очень Это организация торжеств в связи с наступающим новым 2024 годом Вот это главное Главное провести праздник Хабиров как-то мрачно и неоднократно упоминал о том Что праздник, дескать, это не для нас Мы тут, как говорится, кровь из носа Все организовываем и администрируем Гирлянды, елки Дед Мороз, ну а праздновать-то будет за нас народ Вот как-то он так прямо трагично Это несколько раз подчеркивал, что это не нам Пять, пять министров по очереди И вместе хором заверяли дорогого Радио Фаридовича В том, что они не подведут Что рекордное количество концертов, ледовых шоу, хороводов Вокруг елок и нескончаемых парадов снегурочек В скором времени захлестнут республику И жители будут настолько заняты всем этим великолепием Что некогда им будет думать о том Что килограмм говядины уже стоит примерно как полкоровы Всего лишь пару лет назад Хабиров слушал щебетания своих министров На тему Нового года благосклонно Кивал, подсказывал, чтобы, как говорится Не забыли наколоть дров И натаскать воды из колодцев Членов семьи бойцов СВО Там вот это все красные линии всегда проходило Потом он потребовал, чтобы все Без исключения главы муниципалитетов Лично участвовали в новогодних хороводах Чтобы вот сами, как говорится, хлебнули лихо Не дай бог кому В отпуск уехать или дома рюмку другую выпить После этого заговорили о ледовых городках Ну вот этих вот С фигурками и напиленным льдом Хабиров посетовал Посетовал на погоду Получилось у него, как обычно, смешно И как обычно по Фрейду Говоря об отсутствии льда на реках А там не только льда, там и воды в некоторых реках уже не осталось Хабиров примерно так сформулировал это В Уфе, я так понимаю, даже не начали пилить Пилить-то нечего Как-то так вот посетовал Ну, собственно, речь шла про лед Не волнуйтесь, Радий Фаридович В Уфе всегда найдется, что распилить Так что эти ваши опасения абсолютно беспочвены Найдется, находится и пилится В конечном итоге, подводя итог вот всех вот этих вот обсуждений нового года Утвердили стратегический план празднования новогодних каникул И выглядит этот план примерно так 9 декабря включаем иллюминацию и подсветку 20 декабря ставим 2103 новогодних елки Из них 283, те самые искусственные И среди них попадется парочка пиксельных И 23 декабря открываем 1012 ледовых городков Даже если лед нам придется для этого купить в Канаде Ну, собственно, вот и все Страна с 30 декабря застынет лицом в тазике Соливье Ну, и 10 дней примерно в таком состоянии По задумке чиновников страна должна провести А там, как говорится, очнемся и будь что будет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok